Здорово, Виталий Николаевич, давно не виделись! Эх, рымбоза, рымбоза! Четыре года уж прошло, пацаны, всем здорова! Приехал на могилу к своему кенту Виталию Николаевичу Кушнерчуку в простонародье Виттер Эмбоза. Четыре года уже прошло, хоть его нет, но мы его всегда помним. На концертах поем хвалебные песни в честь его. Вот выдался свободный денек приехать сюда, на кладбище. Думаю, надо посетить, дружбана. Помним написано, конечно, помним. А водочки нет, Виталий Николаевич, сам не бухаю. Джин тоника тебе прикупил, с похмелья ты любил им похмеляться? На-ка, пивани и сигареток хороших покури. Ты ж знал толк в сигаретах? Вот тебе дакоту калининградскую. Кури, братан, я с тобой покурил, вспомнил дела твои лихие. С Витальем Николаевичем мы познакомились в январе 2014 года. Как сейчас помню, мороз лютый стоял. Я вылез на остановке на приборке. Думаю, надо что-то в магазине прикупить. Пошел к магазине, к Пятерию, Пятерию открыли тогда на приборке. Счастье-то какое у людей было. Смотрю, мужичок в армейском бушлате шурует. Мелочугу там что-то перебирает на ладошке. Я такой что-то посмотрел, посмотрел на него. Блин, где-то, я думаю, лицо его видел. Потом такой думаю, господи, да это ж, блядь, рембоза. Я как-то был еще в 90-х в Орле на его концерте. У него была группа «Залп». Вот он там неистовался, на сцене катался, там что-то там орал какие-то мантры безумные. Вот он мне таким и запомнился. Смотрю, вроде он или не он, ну хрен его знает. На нем армейский бушлат, какой-то там этот воротник из чебурашки там непонятный. Подхожу к нему и типа он вообще, знаешь, такой идет, блин. Ну я как бы намерился у него спросить там поздороваться. Он, не он, блин. Я как раз только варил, переселил в 13-м году, блин, еще мало кого знал. Ну типа подхожу, а он сразу такой типа «Дай закурить». Ну я подаю закурить и там типа интересуюсь. А он там все мелочу свою считает. Он даже на меня и не смотрит. Ноль внимания, блин. У него там в голове там каша, потому что, видать, бухал вчера таким классическим перегаром понесло, блин. Я говорю, слушай, а ты не Рэмбо? Я говорю, Костика, ты Ступина знаешь? Он говорит, да, типа знаю. Я говорю, я тебя тоже знаю. Я говорю, был в концерте группы «Залпа». Он говорит, это моя группа. Ну что-то мы так разговорились там. Я ему говорю, ты, наверное, бухануть хочешь? Он говорит, да, хочу. Я такой берет, такой сразу хренок, кулак с мелочи закрыл такой. Он думает, может, хрен его знает, может, я отнять его не хочу. Он меня вообще не знает. Я говорю, да, у меня есть деньги там, типа, сейчас я за эту куплю. Я зашел в магаз, купил бутылку водки из сока. И мы там пошли на стадион 36-й школы, где памятник Максиму Горькому. Ну и там как бы сели, разговорились там. Рэмбо за такой, я помню, его такой взгляд задумчивый, задумчивый. Он там снегири сидят такие жирные, рябину клюют. Он такой, я ему начал наливать, а он и полстакана налил, ну как мы все пьем. Он такой, ты что, краев не видишь, по рисочку лей. Я такой думаю, ой, я этого слова уже тысячу лет не слышал. Налил ему по рисочку, как он просил, такой, оба. И рябинкой вот этой, примороженной, захрустел такой. И сразу такое у него лицо одухотворенное стало. Типа нормально. Ну и потом начнем там по музыке, там что-то разговаривать. Он такой был очень общительный человек. Когда дело заходило там, в плане музыки какой-то, он очень шарил. В этом все. Ну и я как бы не профан, и на этой почве мы так разговаривали что-то. И сразу мы поняли, что мы уже как бы кореша. Ну что-то он поинтересовался, где живой, сказал, вот здесь через дорогу. Он, о, вообще счастье-то какое подвалило. Кореша нашел себе вообще. Ну а потом проект был, адовый мужик, там туда-сюда. Ну и как бы, веселились мы знатно, что уж тут говорить. А вот теперь четыре года его уже нету. Ну когда мне скучно, я его вспоминаю, так все его там, заморочки там. Прикольный был человек, как бы веселый такой, не особо унывающий. Очень трудно было его в уныние вогнать, да. А когда он в кураж входил, то очень тяжело было его остановить. Так что, братан, спи спокойно, пусть земля тебе будет пухом. Ребята, не забывайте Виталия Николаевича. Да, и в заключение, парни, я вот что вам хочу сказать. Не допускайте могилы своих родных вот до такого состояния. Всегда помните их и также своих друзей. Ездите на кладбище и навещайте их, потому что они смотрят на нас. Поехали.